Друзья, всем привет! Второе видео у меня, как говорится, по приготовлению микробактерий и удобрений. В общем итоге, сегодня мы будем с вами готовить, как можно уже догадаться, бакаши. Здесь у меня идут отруби обыкновенные. Пользуюсь я вот таким препаратом Восток. И, соответственно, что нам в общем итоге понадобится? Нам понадобится вот такой вот стаканчик самих М-бактерий. Мы наливаем прям сюда в таз. Ну, полстаканчика, да? А на эти полстаканчика я отмерил такие же полстаканчика сахара. Я добавляю сахар. Мне нравится с сахаром. И добавляю сюда я пол-литра воды. Наливаем водичку сюда. Теплую. Налили водички. Убираем все лишнее со стола. Чтобы нам тут ничего не мешалось. М-бактерии мы тоже убираем. То есть у нас вот такая водичка остается. И наши отруби. Я руками не боюсь. Размешиваем наше это дело с сахаром, М-бактериями и водой. Для чего применяются эти М-бактерии? Это очень колоссальное на самом деле удобрение для растений. Плюс в моем случае это как может быть использован как корм для червей. Ну, а самое главное это переработка органики в компостных кучах. То есть применение вот этих вот бакаши на самом деле очень большое. И можете смело их готовить. Это экономия колоссальная. Во-первых, на препарате М-бактерии, да? То есть вы вот из полстаканчика делаете очень много удобрений. То есть я почему делаю так много? Потому что близится сезон. Пора делать компостные кучи. И у меня будут как раз для этого отруби с бакаши, да? Грубо говоря. И вот так вот мы месим. То есть весь процесс сейчас я показывать не буду. сейчас я все это ведро в общем итоге перемешаю. Ну, друзья, замесил. Чуть-чуть осталось. Ну, я сейчас, наверное, долью, чтобы у меня уже как говорится ничего не оставалось. Хочу просто вам показать консистенцию какая должна быть. То есть ну, на видео это очень трудно сказать. Но сейчас попытаюсь показать. То есть берете вот отруби то есть я их уже перемешал хорошенько, хорошо. Сжимаете в кулак достаточно сильно. И рукой вот она должна вот так вот рассыпаться. В принципе вот можно сюда еще отруби добавить, потому что ну, достаточно сложно рассыпается, но рассыпь уже идет. То есть ну, в общем итоге можно, наверное, еще добавить чтобы, ну, не так это все мокро было. Нам мокрота не нужна, потому что мы дальше их будем еще приготавливать. И там свой конденсат, как говорится, будет. Ну, тогда сейчас я это все дело добавлю сюда. Ну, вот, в принципе, я и закончил. То есть вот такая консистенция. отлично. Теперь наша задача все вот это дело, которое мы замесили, да, промесили, хорошенько замешали. То есть наше будущее удобрение для растений и для компоста мы сейчас будем убирать по пакетам. Ну, вот, друзья, и все. То есть я тут попытался сделать аэноробный эффект, чтобы бактерии у меня здесь развивались. То есть как можете видеть, то есть пакетики у меня здесь все без воздуха. Выпустил я его, завязал. И оставляем дня на два, на три в теплом месте. Потом, соответственно, мы открываем ориентируемся мы, грубо говоря, по запаху. То есть потом мы открываем пакеты и смотрим, да, ну, в общем итоге нюхаем, чем пахнет, грубо говоря, да. То есть если запах приятный, значит у вас все правильно получилось. Если запах невкусный, да, то есть соответственно ваши отруби испорчены, ну, в любом случае в компост вы кинуть их можете, но как уже я бы сказал удобрение использовать, я думаю, не стоит. Вот. То есть я это делаю, повторяюсь, для компостных куч и я же время от времени ферментации занимаю для червей, да, то есть я использую, как говорится, чесоганом М-бактерии, но в последнее время у меня идет очень большой расход М-бактерий, а М-ку я покупаю не дешевую, она у меня в районе 600 рублей, вот такая бутылочка стоит, то есть можно купить Байкал, ну, показывать не буду, что это за препарат, чтобы не было рекламы, вот, можно купить подешевле, но мне нравится вот именно вот этот производитель, ну, ни разу он меня в общем итоге не подводил, вот, ждем 3 дня и покажу, что в общем итоге получилось. Друзья, ну вот, настало время, наши бокашки уже готовы, сейчас мы распаковываем пакеты, вот, друзья, раскрыл свои пакеты, то есть вот получилась вот такая вот консистенция, по запаху, знаете, хочу вам сказать, запах что-то среднее, то ли брашка, то ли компот, ну, в общем итоге очень вкусный запах идет, но такой достаточно насыщенный запах, то есть, если будет невкусный запах, то есть, как бы, несъедобный, то, соответственно, значит, вы сделали что-то не так. Здесь мне по запаху очень нравится, обалденный запах на самом деле. Протвинеи у меня нету, я сейчас вот их прямо здесь вот в этой миске оставлю, свои бокаши, ну, разомну их, соответственно, засушу, потом по пакетам, то есть, в принципе, можно уже сейчас добавлять как ферментатор, да, для червей, ну, точнее, не для червей, а для нашей биомассы, либо уже потом, то есть, со временем, то есть, можете вот там вот так вот добавлять, да, на ведро там каких-то, какой-то органики, допустим, также очень хорошо бокаши в виде удобрения под этим, ну, под растения, да, используются, ну, это уже к огородникам, грубо говоря, история такая будет, вот, а для меня это экономия м-бактерий, и плюс так же, как это и кормовая добавка будет идти, то есть, отруби вроде как не пустые, потому что все мы знаем, что в отрубях почти что нету ничего, а тут получается отруби вкусные для червя, то есть, можно прям даже в таком виде дать, и червь будет уже довольный, но я это буду не кормить, а именно ферментировать в качестве экономия м-бактерий, так что, вот, ребят, вот такие вот вкусняшки мы делаем сегодня для червя, повторяйте, не пожалеете, очень классная экономия идет, хватит достаточно надолго, кстати говоря, где-то я слышал, даже для биотуалетов это применяют, вот, ставим лайки, подписываемся на канал, всем пока-пока,